Благотворительная ярмарка в совхозе имени Ленина объединила весь поселок. Его жители вместе с сотрудниками предприятия собирают деньги на спасение своей малой родины. Островок социализма в суровой капиталистической России, как бельмо на глазу у олигархов. Но коллектив не собирается сдаваться на милость рейдеров. Мы просто считаем, что совхоз это наша родина. И мы вот свою родину будем защищать, мы ее любим, будем оберегать и будем поддерживать нашего лидера. У нас был мастер-класс в кафе и собрались все жители, которые в 25-м доме, которые мы знаем друг друга, кто был свободен. И на этом мастер-классе мы вот это все пекли. Ну и сейчас это все продаем. Вот наша банка, уже вторая банка у нас. Кандидат в президенты России на прошлых выборах, директор совхоза Павел Грудинин реализовал здесь модель того, каким должно быть социальное государство. Улицы поселка утопают в цветах и зелени. В центре населенного пункта стоят два сказочных замка. Корпуса детского сада. Рядом выстроена самая современная школа в стране. Все так сделано для людей и в частности для детей, что мы просто рады, что мы здесь живем. Потому что Паша делает действительно много для совхоза. Я далек от политики, я не знаю, что и к чему, кто виноват, кто прав. Но просто я вижу те дела, которые происходят в совхозе, именно для совхоза, для его жителей. И это дорогого стоит. Я такого никогда не видел. Участие Павла Грудинина в президентских выборах принесло совхозу много друзей и сторонников, но и врагов заметно прибавилось. Известность совхоза открыла тот разительный контраст между всеобщей бедностью в России и процветанием отдельно взятого уголка на южной границе Москвы. Это тот образ жизни, на который мы все должны равняться. Здесь это уголок коммунизма. Люди живут радостно. Поэтому и поддержка идет всеобщая, народная. Второй раз я здесь. Второй. Во. Мы так можем все жить, если постараемся. А вот во власти думают иначе. На совхоз усилились. Атаки рейдеров пошли. Бесконечные тяжбы в судах. И сейчас директора совхоза Павла Грудинина обязали выплатить совхозу, то есть по сути самому себе, более 1 миллиарда рублей. Если эта формальность не будет выполнена, хозяйство можно будет признать банкротом и распродать по кусочкам. А потом застроить городскими трущобами с заоблачной ценой за квадратный метр. Сейчас мы подали эстетическую жалобу. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь справедливый суд в России будет. И мы докажем, что никогда директор совхоза, своему совхозу не приносил никакого ущерба. Мы докажем, что никогда, ну это быть просто не может, что мы обанкротимся. Поэтому видите, сколько людей. Нам просто не дадут обанкротиться и не дадут сделать так, чтобы совхоз был разрушен. Сейчас коллектив совхоза проводит благотворительные концерты-ярмарки, на которые могут попасть все желающие, а не только сотрудники предприятия и жители поселка. Деньги, вырученные с продажи сувениров, сладостей и продукции совхоза, пойдут в фонд «Народный миллиард». На данный момент в поддержку совхоза собрано более 52 миллионов рублей. Спасти от уничтожения уникальное хозяйство может каждый. Реквизиты для перечисления помощи можно найти на сайтах kprf.ru, airline.ru и на официальном портале совхоза имени Ленина. Реквизиты для перечисления